Здравствуйте, друзья! Программа на самом деле в прямом эфире, и мы сейчас отправляемся в гости к Ульриху Хайдену, немецкому журналисту, корреспонденту газеты Freitag. Ульрих, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, часто мы с вами говорим о том, что как только у немцев с русскими хорошие отношения складываться начинают, обязательно какие-нибудь англосаксы приходят и пытаются нас стравить и натравить друг на друга, чтобы мы повоевали, а они на этом заработали. Но сейчас еще проще, сейчас можно уже использовать не самих их, а их помощников-сателлитов. Вот ваш канцлер прилетела в Киев, встречалась с президентом, с украинскими военными, они по бандеровской традиции героям славы отвечали, хотя она к ним обратилась на украинском языке вполне корректно, абсолютно. Вот ваше впечатление от визита канцлера Германии на Украину, что-то произошло сверхординарное или ничего нового мы не узнали и ничего плохого нового, главное, не узнали? Ну, меня, честно говоря, меня тревожит этот визит, потому что она была связана с... В этом же день было объявление от Германии и Франции, что они обвиняют в кавичках сепаратистов и Россия, что они обстрелали дрону, который якобы посмотрел и фиксировал груз, которые, или какие-то транспорты, которые вышли из России на территорию Народной Республики. И обвиняют Россию и сепаратистов прямо в этот же день, когда Меркель в Киеве, и этот обстрел был уже 27 октября, значит, суббота. Я, я, честно говоря, все эти сигналы, что, и то же, что Меркель сказал в Киеве, что, ну, она через, не прямо так жестко, но она, в принципе, сказала, что Россия виновата, что там нет мира, но она сказала в таком тоне, типа, не обвинил Украину, но обвинил, что Минский процесс без результата, но, в принципе, она обвинила Россию и якобы сепаратистов, как она сказала. Знаете, это, я, честно говоря, я в шоке, потому что, ну, знаете, нам нужно действительно давно все мечтают о мире, о каких реальных шагах, и этот, как Меркель вчера выступил в Киеве, это такая, опять-таки, с иголками в российскую сторону, И совсем не то, что, в принципе, миллионы людей ожидают от Меркель, что она наконец-то критикует Порошенко, и никакое требование Порошенко, наоборот, дают им больше деньги, 200 миллионов за инфраструктуру Восточной Украины, 85 миллионов за, якобы, образование, там, профессиональное образование. Это, честно говоря, все печально. Если мы такие благотворители, давайте окажем помощь жителям Горловки, жителям поселка Зайцево, посмотрев в глаза этим детям, которые несколько лет с рождения видят только прилеты украинских снарядов. То есть Украина нарушает все мыслимые договоренности. Германия очень хитро выходит из этой ситуации. Конечно, люди, Германия знает, что люди страдают в Восточной Украине. А немецкий МИД публикует какие-то сообщения уже давно и регулярно, что поддерживает Восточную Украину. Но какой Восточную Украину не пишет? Значит, это поддержка, финансовая поддержка для территории Донецкой Республики, которая находится под контролем украинских войск. И понимаете, это очень хитрый такой подход, потому что все подробности об этом не говорит. Но якобы сейчас Меркель может сказать, что мы помогаем Восточной Украине, но какой сейчас не пишет. И так же с этими выборами. 11 ноября будут выборы Луганский и Донецк. И Меркель вчера сказал Киеве, что она очень критично относится этим выборам. Там, в принципе, должны участвовать все партии и даже люди, которые уехали из Луганска и Донецка. Но, в принципе, эти критики очень поздно. Почему она это вообще не раньше сказала? Но сейчас несколько дней, но выборов она говорит, что эти выборы, они недопустимы. И это тоже... Понимаете, в принципе, наша страна, Германия, она всегда любит все, что связано с выборами. Это, в принципе, наша ценность, можно сказать. Тем не отличаемся, якобы, от авторитарной России. Но в этот раз, почему-то, демократическая Германия против выборов. Ну, как это может быть? Значит, ее визит, очевидно, имеет такой цель, дискредитируя эти выборы. Еще это объявление о... Якобы, Россия и зепаратисты обстрелали какая-то трона от ОВСЕ. Понимаете, это все против этих выборов, я думаю. И им это совсем не нравится, что там выборы, которые укрепляют власть в народных республиках. Улик, ну, интересно другое, что если Германия так трепетно относится к выборам, то Ангела Меркель, как и президент Франции, как и Владимир Путин, являются гарантами выполнения Минских соглашений. Там четко прописано правило игры и о том, что выборы надо проводить. И вот Ангела Меркель, прилетев в Киев, должна была задать один вопрос. Петр Порошенко, ты почему не исполняешь Минские соглашения в части проведения выборов? Что требовалось от сепаратистов, что требовалось от вас? Вот это и это. Почему вы ни разу не встретились, не согласовали и не проводите эти выборы, хотя должны были их провести больше года тому назад? Этот вопрос боятся немецкие политики и немецкие СМИ как огонь. Говорит о встрече лидеров народной республики и киевской политики. Они никогда это не заметили, никогда не требовали и никогда не будут, к сожалению, об этом говорить. Потому что Меркель фактически выступает как защитник Порошенко. Защитник этого режима, который давно сказал, что мы не будем встретиться с этими сепаратистами. И, ну как сказать, Меркель в принципе этот курс фактически поддерживает. Она не использует такие громкие слова, но фактически она говорит, что мы будем с Порошенко дальше говорить о выполнении Минских соглашений. И понимаете, это все очень туманно. И люди в Германии не понимают, почему Минск до сих пор не выполнен. Наверное, это все немецкие СМИ делают такой информационный фонд, что якобы Россия в этом виноват, потому что Россия поддерживает народные республики. Но конкретики там тоже нет. Какая помощь там из России? Только военная помощь, но доказательства нет. А гуманитарная помощь, пенсии, все, что Россия там финансирует, нуль информации. Понимаете, это такая страшная информационный фонд. Ужасно. Но ведь даже ни на секунду не закрадывается сомнение у немецкого руководства, что они вместо того, чтобы быть гарантами выполнения Минских соглашений, да, и примирения, они взяли на себя функцию защитника украинских сепаратистов, тех, кто совершил государственный переворот. И совершенно не признают за Россией право поддерживать тех, кто остался верен фактически украинской конституции. Вот если бы в германских СМИ об этом говорили, что ведь Донбасс сегодняшний, это люди, которые сохранили верность Конституции Украины, которые хотят мира, демократии и свободы. А у Киев это территория, с которой идет агрессия военная. И если вы сами поддерживаете одну сторону, так тогда не отказываете вправе другим поддерживать другую сторону. И между собой сверху договариваетесь. Меркель, Макрон и Путин. Договариваетесь, как их поддерживать и сводить вместе, а не раскалывать окончательно. Да, но недавно я читал, что в Берлине будет такая конференция, где обсуждают, как можно выйти из этого война и обсуждают международный опыт, например, разные конфликты, где была гражданская война и как, например, Северная Ирландия, как промирились. Но тоже такая научная конференция в Берлине, но без каких реальных конкретников, понимаете. Они все идет в таком русле, что Германия работает для мира, для примирения, но боятся трогать конкретные вопросы, конкретные очевидцы. Даже этот председатель Александр Хук, который сейчас покидает свой пост, даже он сказал, не назвал имена, не сказал Россия или Запад, но он сказал большое лицемерие, мы пишем там большие отчеты от нарушения, как сказать, примирения, там стрелять постоянно, но никто не реагирует. Но, значит, его слова можно интерпретировать, это тоже критик на Евросоюз и Америку, я думаю, и только он так именам это не сказал, но очевидно, что он покидает свой пост и он очень недоволен. И это недовольство, понимаете, это катастрофа для нашей элиты, нашей, как сказать, образованных людей, которые в Германии живут, которые не хотят смотреть на это, они не требуют точности, они не требуют, например, поездки, о чем вы говорили, депутатов. Ну, как-то последний раз был депутат из Бундестага в Донецке, Луган. Мне кажется, это был Вольф Кангек и Андрей Гунку два года или три года назад уже боятся туда, потому что, понимаете, любой, даже из левой партии другой депутат, который туда едет, он сразу будет обстрелом слов из наших газеток, которые будут писать, он поддерживает русских сепаратистов. Урик, а вот я не знаю, как, через какие еще можно рычаги давить на Бундестаг, ведь можно вполне было бы в рамках того, что Германия является гарантом выполнения Минских соглашений, провести двухдневное слушание в Бундестаге. В первый день слушание делегация Украинского парламента, Верховного Совета Украины, а во второй день делегация Донецкого и Луганского народных советов, двух парламентов, чтобы развести их на одной площадке в разные дни, чтобы перед депутатами выступили и те, и другие, и высказали свои позиции спокойно, без крика, без эмоций, чтобы в один день не встречались, не передрались. И тогда немецкий парламент услышит мнение как Киева, так и Донецка с Луганском, и будет делать выводы, исходя из услышанного, а не так, что где-то кто-то что-то написал, а депутаты, вот как обезьянка, которая вот себе ушки и глазки и ротик закрывает. Это очень хорошая идея, я думаю, прекрасно, если было бы такое. Но даже, знаете, даже эти конференции в Бундестаге, в Бундестаге есть главный зал, а есть еще маленький зал. Один из этих небольших залов Андрей Хунку делал летом такую конференцию по свободе СМИ Украины, и там я тоже участвовал, и многие оппозиционеры из Украины там были, и было, ну, нет, 120 человек там забирались, но всеми именами, но украинцы, немцы, и вы не представляете, немецкие СМИ отмалчивали это. Отмалчивали только, понимаете. Они так боятся этой реальной ситуации. Даже последние три года ни один немецкий корреспондент не был Луганск и Донецк. Я имею в виду, все информации из этого областа, это какие-то цитаты из Униан, из Киевской новости агентства, значит, боятся даже, наверное, немецкие редакции даже боятся отправить туда свой корреспондент, потому что он необходим, он должен говорить с людьми, он не может только там свои мысли там, он должен говорить с официальными лицами, но даже они боятся этого, может быть, им не хватает аргументов. Это такая странная ситуация вообще. Ну, мы любим горячие точки, журналисты всегда туда отправляют, но почему не туда? Ну, пожалуйста, даже, может быть, отправить туда нештатных корреспондентов, которые работают в Сирии и других горячих точках, а почему Донецк и Луганск обходят? Саратов не обходят. Это и есть тот вопрос, который условно Сара Вагенкнехт или руководители альтернативы для Германии вполне могли бы поставить на сессии Бундестага, сказать, господа, а почему мы молчим? Почему мы не хотим знать то, что на самом деле происходит на Украине, в Донецке и в Луганске? Почему бы туда не отправить журналистов? Почему бы не пригласить в главный сессионный зал представителей Киевского парламента и парламентов двух республик? И у них вы сами спросите, господа депутаты, о том, что там происходит. И вот тогда у вас сложится картина, а телекамеры это все покажут на всю Германию. Вот я не знаю, как объяснить немцам, что от них скрывают любую информацию и дозированно дают только вот эту рафинированную ложь. Это, в принципе, состояние нашей демократии, она очевидно не работает. Только не работает. И это, я не знаю, многие люди, наверное, это уже видят, понимают, но они чувствуют себя бессильно. Но есть, конечно, люди, которые активно создают какие-то сайты, которые делают мероприятия. Очень много мероприятий в Германии входит с участниками русскоязычными, активисты немецкие, которые борются за мир, чтобы не будет Третья мировая война. Очень много в этом плане идет. Но, понимаете, даже нет демонстрации за мир, очень мало. Ну, например, у нас была в Берлине, там 100 тысяч человек выступали против расизма, против ксенофобии, за демократию, против милицейских государств, Германии. Но ни один слов о сегодняшнем военном конфликте, где Германия уже участвует. И ни слов о Украине. Даже можно только держать плакат «Мир Украины». Понимаете, даже этого нет. Только активисты входят, не было сейчас акции на военную базу США, но против военной базы такие акции есть уже 4 года, потому что люди понимают, что это вообще, эти американские базы, они реальная опасность. И даже, мне кажется, даже немецкое руководство частично понимает, что этот выход, Трамп из этого договора, стратегическое оружие, это дальнее и среднее оружие, это для Германии смертельная угроза. Это люди понимают, даже руководство. Но реальный, логичный выход, решение этого они не делают. Наоборот, Меркель едет в Киев, помогает публично этому человеку, который каждый день с вами зажигалка там делает пожар. Понимаете, это не входит в голову. Я надеюсь, что Ангела Меркель, когда в 21 году, а может раньше уступит свой пост канцлера кому-то другому, напишет большие мемуары, толстую книжку, в которой, как и Карла Дель Понта, все объяснит, почему она вела себя так, почему ей затыкали рот, и что на самом деле происходило, когда она руководила Германией, как это все плохо было, и она в душе была на стороне Донецка, Луганска, дружила с Путиным, но не могла, потому что руки у нее были связаны. Ведь сколько мы таких чиновников, бывших, видели, слышали, которые, уйдя со своих постов, открывали рты, а пока были на постах, вели по чужим правилам, играли, пели и плясали. Очень бы хотелось, чтобы Ангела Меркель оказалась исключением, и пока она руководит, не исполняла чужие приказы, а работала на благо своего народа, народа Германии. Улег, спасибо вам огромнейшее, время, к сожалению, подошло к концу, но будем надеяться, что то, о чем я сказал, будет исполняться, и пригласят наших депутатов, депутатов Донецка и Луганска в Бундестаг, и они выступят открыто, и в прямом эфире немцы услышат правду о войне, которую развязал Киев. Спасибо вам большое, до свидания. Хорошо, до свидания. Итак, дорогие друзья, подошел к концу этот эфир, ненадолго отдохнем, вас оставим и вернемся в студию, чтобы продолжить. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова